Здравствуйте, меня зовут Светлана, это моя дочь Эльвира, ей 11 лет. Она ребенок-инвалид и официальный диагноз у нас синдром Франчискетти. И это наша история. Продолжу рассказать. Ну, вышла из наркоза. Ты знаешь, кого-то родила. Потом два дня я лежала, я говорю, мне ребенка буду посмотреть. Час-два, я лежу в реанимации, я встаю. Ты куда? Я говорю, я пойду, вы не даете, не рассказываете ничего. Я пошла по стеночке, помню. Куда? Я говорю, все равно пойду ребенка сказать, вы не даете. Она такая была маленькая, беззащитная. И куча-куча трубочек. Вот когда описывают в кино, в книге, или вообще кто-то описывает, вот такой лежит, беззащитный, весь в трубочках. А когда ты это видишь... Вся. Вся. Маленькая челюсть, а язык большой по размеру к верхней челюсти. Ей поставили трубочку, чтобы она дышала. А мне ее можно 10 минут только видеть в день. И меня гоняют, уйди, ты плачешь, она чувствует. Пришла медсестра, я стою. Она открыла окошко. Проти с инфицировала, помыли мне руки. И она сказала, можешь покладить пяточку. Маленькую пяточку. Вот. В одном моменте в выписке, что говорили врачи, какие они прогнозы ставили? Они дали... Приметься жить. Дайте совет. Тихонько подошла. Дайте совет. Что мне делать? Я же скажу такую крабмульную вещь. Ты ее меньше на руки бери. Мало ли, она же сломанная. Такая. А почему? Чтобы не привыкать к ней. Привет. Последние недели мы выпускали видео только из проекта «Быть молодым». И совсем забыли про «Быть мамой». Поэтому срочно исправляемся. Светлана долго не решалась поделиться своей историей. Но на выходе мы получили один из самых теплых. И самых искренних роликов. Если вы хотите, чтобы мы продолжали проект «Быть мамой», то давайте соберем 20 тысяч лайков под этим сюжетом. Светлана и Эльвира будут читать комментарии. Поэтому мы вас просим быть максимально корректными. А лучше просто напишите что-нибудь хорошее. И, конечно, не забывайте подписаться. Скоро увидимся. Все это было тяжело, страшно. Никто ничего не знал, не понимал. Потом я стала по крупицам что-то где-то читать. Потом в интернете описано, на тот момент описано случаев, описано 200 всего лишь по всему миру описанных. Кроме того, что синдром Франческетти – это маленькие черты лица, так называемые птичьи, вначале думали, до месяца думали, что она слепая. И мы, и врачи были уверены. Проблема со слухом. Были просто ушки, а дырочек не было. Понятно, что она глухая напрочь. Но потом, 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 потом они появились. Нам поставили тугоухость. В полтора года делали в Минске операцию на сердце. Закрывали открытое овальное окно. Челюсть микрогения. Нижняя челюсть, меньшая по размеру, верхней. И она в самом начале практически не открывалась. Сам рот, получается, не отрывался. Не двигалась до четырех лет включительно. Никакого вкуса, ничего она не знала, только через зонт. То есть сначала молоко, потом пошел вход. Или мясо в баночках покупается, консервы. Или пюрешки. Все-все-все вот это разводится до жидкой консистенции. Потом уже что-то варилось. Девять лет ей сделали, наконец-то, операцию на челюсть. Очень серьезная. Пытаемся выдвинуть, вырвать, как? Вперед нижнюю челюсть. Чтобы она как можно ниже и ближе к верхней челюсти. Чтобы сошлись зубы. Я сидела просто дома. И в этом во всем говорилось. Муж на работу, ребенок в школу, и я здесь. Я ставлю зонт, покормила. Только вытащила, ее фонтаном вырвала. Простите за такие подробности. Или я ставлю зонт через рот, он выходит через нос. Перекручивается и выходит. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Я тоже тебя люблю. А как вы общаетесь? Какая у вас коммуникация? Просто просим ее или повторить, или громче говорить. Раньше мы просили ее рисовать. Что ты хочешь. Если она не знала слова, именно что хочет. Если мы не видим, а она пытается объяснить своими словами. Мы просили ее рисовать. И она рисовала. С ней вообще, ну, понятно, мы старались. Но уже лет, года в четыре, ну, или после четырех, мы стали уже основательно с ней разговаривать. То есть вести диалог. Ты уже не волнуешься? Не волнуешься? Тихо, тихо. Я можешь сказать. Нет? Не волнуешься? Почему ты согласилась с нами поговорить? Не волнуешься. Подожди. Мама вчера сказала, к нам приедет телевидение. Да? Угу. Да. Я тебе показала, когда ты маленькая была, на качелях каталась. Помнишь? Да. Да. И я сказала, что люди тебя увидят. Да? Что люди будут по телевизору тебя смотреть. Да. Ты не боишься, что люди узнают твою историю? Ты готова поделиться своей историей с другими людьми? Угу. Не боюсь. Все хорошо. До семи лет. В обычный сад. А потом мы пошли в обычную среднюю школу. Только класс интеграции по логопедии. Опять же. Она растет. Она понимает. Она очень неконфликтная. Хотя очень коммуникабельная. Очень. Вот. Она пытается с кем-то общаться. Ее не понимает. Она просто уходит. Нет, не задирали. Ее любит одноклассник. Кошмар. 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 Она гордо не принимает его ухаживания. Эля. А? Богдан тебя любит? Да. Ужас. А ты его? А ты его любишь? Ты Богдана любишь? Нет. С оценками хорошо? Хорошо. Ну, это же интеграция. Ну, а так. Хорошо. Она читает. Ну, алфавит знает. Читает, пишет. Все. Вот так выглядят ее ладошки. Обращаем внимание на вот эти пальцы. И вот на этот палец. Они не крутятся. Вот. Вот так. Поверни. Вот. Левая главная проблемная нога. Вот. Правая. Она видно даже. Зрительно видно. Она длиннее. Неровная. Не здесь. Не здесь. Она короче. Вот. Она не может поставить. В обуви может. А голыми ножками нет. Где еще операция? В ближайшем. Опять же челюсть. И опять же ноги. Главные постоянные проблемы. Я обратилась к психиатру. Именно не к психологу. А именно к психиатру. Дело в том, что я, может быть, крикливая. Но я не умею. Никогда в жизни. Не знаю. Я никогда не разбила тарелку там или что-то. Я не умею выплескивать. Я, может быть, могу поругаться. Я могу. Ну, громкая сама по себе. Плюс сейчас приходится, ну, так, как с Эльвирой. Но как-то люди выплескивают. Я этого не умею. И мне тогда было плохо. Во всех смыслах этого слова. До такой степени. Наверное, кожу хотелось снимать просто с себя. Потому что... То одно, то второе. Как помочь? Чем помочь? Кто вас тогда поддерживала? Только муж и старший ребенок. И все. Моя мама каждый день рыдала. Она... Ну, она живет в соседнем городе. Она... Она ее боялась. Много лет. Она боялась вот именно вот ощущения, что она сломанная. Тоже она вот именно чувствовала, что она сломанная. И внешние, и внутренние вот пороки. Она ее боялась. Скажите, а вот как окружающие? Они часто обращают на людей внимание? Чужие, конечно. Как они реагируют? Они кто-то спрашивают или просто смотрят? Различные взгляды. Смотря как воспитание. Бывают недоумения, бывает брезгливость. Я злюсь. Вы потом высказываете? Да нет, что вы. Я просто говорю, что я злюсь. Я злюсь на себя. Я не могу ее спрятать от этих взглядов. Потому что здесь кто привык к ней, кто ее знает как-то. А когда кто-то чужой... Я говорю, когда воспитанная, когда взрослый. Все мы разные. Я тоже, на меня тоже можно посмотреть недоуменным взглядом. Вот. А ее хочется спрятать, как всегда. Не выявите будущее? Она такая же. Характерная, упертая. И не опустила руки. Я опущу руки. Папа опустит руки. Там что-то сломается внутри. Мир. Она со стойким характером. И она должна быть такой навсегда. Честно говоря, я бы не хотела уже лет после 18, после 20. Не то, что не хотела. Наоборот, мечтала бы, чтобы она... Вот, к слову о том, чтобы она была личностью, она сама. И я даже не буду себе представлять, что я ей помогаю. Даже в мыслях. Наоборот, буду представлять, что она мне помогает. В этом смысле. Это ее видение, меня. Расбердерсия. Да. То есть я и ее видение. Это тепло, это счастье, что все-таки... Она меня такой видит. А приятно было получить рисунок? Да. Быть мамой ребенка-инвалида или ребенка с синдромом Франческетти это быть сильной, стойкой и набираться мудрости у такого ребенка.